Давайте теперь попробуем свести к уже известным нам задачам решение задачи вот этой. Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение x1 плюс x2 и так далее плюс xк, где у нас равняется n это все, и n натуральное число. Но давайте посмотрим, раз у нас это все равняется n, то шаров у нас будет n штук. А x1, x2 и xк – это все натуральные числа. Тогда давайте будем бить на k ящиков. Действительно, если у нас в x1 лежит сколько-то шаров, плюс в x2 лежит сколько-то шаров, плюс в xк лежит сколько-то шаров, если просуммировать все эти шары, мы получим n. То есть мы действительно правильно сформулировали эту задачку, мы получили, что у нас здесь n шаров, нужно разбить на k ящиков, и раз они еще и натуральные, то ящики у нас не пустые. Но действительно, потому что натуральные числа начинаются с единички, то есть у нас минимум один шар должен быть в каждом ящике. Значит, мы получили с вами уже известную нам задачу, здесь ответ будет c из n-1, так как у нас n-1 место для перегородок, по k-1, так как нам нужно поставить k-1 перегородку. Отлично, сформулируем еще одну задачку. Сколько решений в целых неотрицательных числах имеет уравнение x1 плюс x2 и так далее, плюс xk равно n, но теперь, ну, n также натуральное, но теперь у нас целые неотрицательные числа. Что это означает? Что это означает, что у нас x больше либо равно 0, x2 больше либо равно 0, xk, t больше либо равно 0. Здесь они были натуральные, то есть у нас все они были больше либо равны единичке. Здесь больше либо равно 0. Что это означает? Это означает, что у нас теперь n шаров нужно разбить пока ящиком так, что ящики могут оставаться пустыми. Но это мы тоже уже с вами умеем решать. Это будет c из n плюс k минус 1 по n. Предыдущие формулировки про шары и перегородки и эти формулировки про количество решений этих уравнений называются задачи MOAWR. На них можно ссылаться при решении следующих задач. Давайте теперь попробуем решить вот эту задачку, сославшись на уже нам известные. Сколько способов у нас составить букет из 17 цветов, если в продаже имеется 6 видов цветов? Гвоздики, васильки, ирисы, тюльпаны, розы и гладиолусы. Ну вот давайте скажем, что у нас гвоздик x1 штук, васильков x2 штук, ирисов x3, тюльпанов x4, роз x5 и гладиолусов x6. Тогда, если мы с вами все это просуммируем, мы получим количество всего цветов в букете, то есть 17. Получаем, что у нас в нашей этой задачке n равно 17, k равно 6. Осталось понять, пустые ли у нас могут оставаться ящики, или обязательно в каждом должно быть хотя бы по одному предмету. Но здесь нигде не сказано, что мы можем вообще не брать какой-то вид цветов. Значит, у нас эта задача с ящиками, которые могут оставаться пустыми. Значит, ответ нашей задачки c из n плюс k минус 1 по n. Подставляем, n17 плюс 6, 23, минус 1, c из 22, по n по 17. Продолжение следует...